Где выход из этого торгового центра? Я уже домой хочу. Он наказывал. Вот этот молодой человек. Детей нужно наказывать в сторону, сказать ковид-проезд? Да, надо бить, короче. Мальчик, девочка. Закрой пока уши. Девочка, девочка будет. Не работает это? Как это не работает? План отменяется. Галя, отмена. Привет, кексики. Вопрос родителей и детей всегда был актуальным и обсуждаемым. Кто прав, кто виноват? Нужно ли шлепнуть немножко ребенка, если он неправильно себя ведет? Или все-таки нужно заняться воспитанием? Этот вопрос мы будем сегодня задавать ребяткам. В общем, всем, кто здесь находится. Поэтому гоним, стартуем, так сказать. Привет. Как тебя зовут? Алиса. Алиса, сколько тебе лет? Четыре. Четыре. Скажи, пожалуйста, какие игрушки тебе нравятся играть? Мне единорожки. Единорожки? А у меня его нет. Почему? Еще не принесли? А нет, мне потому что родители не купили. Как вырастить здорового ребенка? Если я знаю русский язык, я могу говорить. Откуда берутся дети? Не знаю, из маминого животика, наверное. Как воспитать счастливого ребенка? Как воспитать счастливого ребенка? Хороший ответ. Откуда берутся дети? От мамы и папы. Да, оттуда. Это секрет. От того самого места. Детей нужно наказывать? Нет. Да, надо бить, короче. Надо бить. Реально, надо бить. Не надо. Что-то происходит. Реально, надо бить, чтобы воспитание нормально стало. Как в наше время воспитывать детей? Стоит ли на них кричать или все-таки нужно объяснять что-то? Стоит. Шутка. Бить по попе. Закрой пока уши. Какие отношения с родителями? Дружите с ними? А у меня нет родителей. А дети? А у меня нет детей. Планируете завести ребенка? Мы планируем не заводить ребенка. Не заводить. Почему? Мы планируем не заводить. Вы планируете совместно ребенка заводить? Как вырастить счастливого ребенка? Управить его в тайгу. Откуда берутся дети? Аист или... Спонсор моего ребенка. Спонсор ребенка. Вот снимите, пожалуйста, откуда они появляются. У вас есть дети? Нет. А планируете? Нет. А вы? Нет. Тоже не хотите? Ну ладно. А я хотела предложить ребенка завести. Расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения с родителями? Дружители вы. Да, я с мамой как с лучшей подругой. Все замечательные отношения. Я тоже. Тоже хорошее отношение. Откуда берутся дети? Из пробирки. Из пробирки. Детей все-таки аист приносят или их находят в капусте? Пускай будет аист. Аист? Я думаю, да. Как вырастить счастливого ребенка? Ох, я так не ко мне. Я так не ко мне. Я знаю, это к себе вопрос. Так, как вырастить счастливого ребенка? Дать ему хорошее воспитание. Любой. Здравствуйте, вас сейчас наказывали в детстве? Да. Как лучше ребенка наказать? Бить по жопе или разогреть дома? Да, в угол поставить. А в детский дом сдать? Зачем? Не надо такого. Нет, это слишком жестко. Это перебор. Этот план отменяется. Галя, отмена. Так, я могу экспресс-тест, пока мы идем, просто в одну сторону сказать. Ковид-тест? Ковид-тест, да, и экспресс-тест. Сколько будет у вас ребенок, девочка, мальчик или будет решать, когда вырастется? У вас будет девочка. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с родителями? Идеальные, шикарные, самые лучшие. Мальчик, девочка. Девочка будет. Не работает это? Как-то не работает. Я в ТикТоке вчера видела лайфхаки. Привет. Как вырастить счастливого ребенка? Как вырастить? Хорошо воспитывать, наверное. Молча. Они сами по себе растут вообще-то. Вот у меня их три, мне уже 45, у меня 3. Моему сыну 25, и ничего, растут? Поэтому очень хорошо воспитываются они. Строго-строго обязательно строгость нужна. А если они плохо себя ведут, нужно ли их бить ремнем? Не обязательно, не надо. Можно словами объяснить, я думаю. Я согласна. Согласна. Чуть-чуть надо все-таки. Пряники круты. Наказывали ли тебя в детстве? Да. Чем били? Он наказывал. Вот этот молодой совет. Вот он, да, оператор, который с тобой наказывал. Как ты мог так поступить? Я, кстати, съемку закончится, я тебе скажу после того, как ты меня наказывал. Ужас. А что вам не хватало для полного счастья в детстве? Не знаю, мне все хватало. У меня были самые лучшие родители, ну они есть, слава богу. У меня все хорошо. Мне не хватало Кена, мне не покупали никогда Кена. И папаши. Считаете ли вы, что детей нужно наказывать? Наказывать? Ну да, но не очень жестко. Что вы выберете, ремень или удар мылом? Я не знаю. В детский дом планируете сдавать детей, если они будут плохо себя вести? Откуда все-таки дети появились? Из капусты или Ась принес? Это Наташа принесла. А как вырастить счастливого ребенка? Мужчина. 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 Здрасте. I don't know. Как вырастить счастливого ребенка? А нужно ли детей наказывать? Смотря за что? Ну, плохо себя ведут, курят, например. Ну, например, надо с ними как минимум поговорить. Смотря какой возраст. Ну, вот подросток, допустим, там, 15-16 лет, начинает себя плохо вести, убегает из дома. Нет, про курение мы сейчас ввели речь. А вы знаете про метод, что мыло можно запихнуть в тряпочку и бить мылом, чтобы не оставлять следов? Считаете ли вы, что нужно использовать этот метод? Нет. Не забить детей. Не нужно разговаривать. Что вам, чего вам не хватало в детстве для полного счастья? Мне автоматы. Калашников? Да. Боевыми, боевыми. А вы где в Афганистане росли? Нет, на Кавказе. Где выход из этого торгового центра? Я уже домой хочу. А представь, что вот у тебя с женой, например, рождается рыжий ребенок. Рыжий? Да, а что делать в этом случае? В смысле, кожей или волосы? Волосы. А что с этим делать жить? А ты себя часто плохо ведешь? Нет. А как ты считаешь, если ребенок себя плохо ведет, что нужно делать? Неплохо. А если? А, неплохо вести? Просто перестать себя плохо вести? А как вы считаете, раньше лучше воспитывали, чем сейчас? Я считаю, нет. Сто процентов нет. Что не так? Да, не то, что не так, просто раньше было другое время, более тяжелое у родителей, наших родителей, и у них такое более, короче, другое воспитание, сссеровское, поэтому у них другие мысли и нормы в голове. Как вырастить счастливого ребенка? Как вырастить счастливого ребенка? Старанием, старанием, старанием. Любовью и старанием. Отличается сейчас воспитание от того, что было раньше? Да, оно какое-то более лояльное и тупое. То есть тупое все-таки. Но здесь тупые стали, очень тупые. Как вы считаете, почему? Не знаю, походил родителей, за ним не до конца досматривали. Как вам в детстве не хватало для полного счастья? Все. Денег. Денег не хватало. Мы таджикские москвичи. Так. Это... А чего не хватало в детстве? Вопрос, да? Конечно. Окей? Ага. Скажи... 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 Скажи, бомбе, детство. Бредского, блин. Я вам... Подождите. Нет, вернитесь. Вернитесь. Мне нужно пожать вам руку. Подождите. Как же так-то? Пожми ты мне руку, пожалуйста. Это отвратительно. Кто-то так делает. Как вырастить счастливого ребенка? А как понять, что он счастливый? Он улыбается, не пытается скинуть себя с моста, например. А как ты считаешь, отвечаете сейчас, как детей воспитывают? Конечно. Конечно, отвечаете. Сейчас телефон в руки дай ребенку, и вот все, полное счастье. А что делать, если ребенок не слушает? Учить, воспитывать, как бы, да, профилактические усилия. Семья была. Нерусские были. Я выполнила, выполнила весь список. Вы знаете, что я вам могу сейчас, прямо в данную секунду сказать, будет у вас девочка или мальчик? Пробуем? Давайте. Так, давайте руку. Значит. У вас будет пацан. Два пацана у вас будет. Если вы поторопитесь, в принципе, где-то через час начнете, то успеете сделать. Ого! Как конфетку? Я, блин, я поела, ну, спасибо. Блин, ну почему я поела? Так и знала, что не надо кушать. Я без конфетки осталась теперь. Из-за этого салата с морепродуктами, еще и винишко выпила. А вас часто наказывали в детстве? Ну, бывали случаи, да. Что было самое жесткое? Когда мать за мной с ремнем по комнате гонялся, я отнес съемку. Откуда берутся дети? Из капусты. Из капусты. Так, а вы как с родителями дружите или они вас ругают? Конечно, немножко ругают, но мы с ними, ну, коннекция. А если я с мамой дружу? Это, ну, хорошо. Ну, папа просто, он, ну, я редко с ним общаюсь. Вам не хватало детства для полного счастья? Все было прекрасно. А вас? Как воспитать счастливого ребенка? Когда он не плашет, никогда. Все-таки детей приносят аист или их находят в капусте? Честно вас не понимаю. Мы иностранцы. Мы иностранцы. Откуда берутся дети? Аист привозят. Фига себе, он ответил правильно. Чего вам не хватало с детства для полного счастья? Мамины любви, заботы. Вас часто в детстве наказывали? Примерно, да. А как ты считаешь, если ребенок себя плохо ведет, нужно бить по жопе или сдать детский дом? Бить по жопе, наверное. Куда берутся дети? Аист приносят или из капусты? Аист приносят. А у вас какие варианты? Аист. Тоже аист. А нужно ли вообще бить детей? Нет. Не нужно. А у вас какие отношения с родителями были? Они вас понимали или наоборот? Дружеские. Дружеские. Воспитание сейчас и то, что было раньше? Конечно. Безусловно. И как будете их воспитывать? Будете ли бить ремнем по заднице или зайдите в детский дом, если они будут себя плохо вести? На органы можно. На органы можно. Тоже хороший вариант. А я могу сказать, сколько у вас будет детей? Сколько? Давайте так, вашу руку. Смотрите, мы сейчас будем проводить эксперимент. Значит, раз, два, четыре. У вас будет два пацана. Прикольно. Если вы поторопитесь, через 15 минут начнете, то, в принципе, успеете. Да, хорошо. Удачи вам. Пора начать уже на этом зарабатывать, если честно. Воспитание вообще сейчас отличается от того, что было раньше? Не знаю. Мои репортажи не только вас веселят, но и отвечают на важные социальные вопросы. Надеюсь, вы смогли найти ответы на все ваши вопросы. Увидимся в следующем выпуске. Вашим АруАру. Увидимся в следующем выпуске.